Здравствуйте, уважаемые члены. Ровно год минул с момента создания Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора. Сегодня в ведомстве подвели итоги, проделанные за этот период работы и планах на год предстоящий. По словам главы Министерства Динары Кутмановой, ранее в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства не было отделов по охране атмосферного воздуха и обращению с продуктами жизнедеятельности. Промышленная экология была упущена из виду. Обучение сотрудников тонкости именно этой сферы, по ее словам, необходимо в настоящее время выводить в приоритет. На тот момент ни один специалист не умел считать расчеты выбросов загрязняющих веществ. Поэтому в инфополе были цифры по городу Бишкек, когда говорили, что в Бишкеке 240 тысяч тонн выбросов. Исследования ООН, исследования Сибирного банка были разные цифры. На встрече было отмечено, что уровень загрязнения воздуха в Бишкеке, Аламединском и Сукулукском районах будет максимально снижен к 2025 году. Для этого необходимо запретить ввоз некачественного топлива и увеличить площади зеленых насаждений. Также было отмечено, что в 2022 году увеличились налоговые и иные поступления от горнодобывающей отрасли. Если в 2021 году выручка составила всего 22 миллиарда сомов, в прошлом году этот объем составил уже 48 миллиардов сомов. Большим успехом была передача управления Кыргызстана месторождения Кумтор. К этому хочу добавить, что как доказательство утверждение о том, что горнодобывающая отрасль является флагманом нашей экономики, компания Кумтор за два с половиной года была добыта и отправлена на хранение в Нацбанк более 46 тонн золота. Это можно также назвать нашим большим достижением. Однако замглавы Кабмина Бакет Торобаев, принявший участие в итоговой коллегии ведомства, отметил, что большинство поручений, поставленных в министерство, выполнены не были, а также раскритиковал доклады, сделанные тремя заместителями министра. Вы о каких-то проблемах сказали, это были только слова. Признаться, я хотел послушать сейчас от вас, какие у нас водные ресурсы, на какую сумму оцениваются. Земельные ресурсы. Я не эколог, не недропользователь, не горняк. Но я не увидел сейчас в ваших докладах, какими природными богатствами мы сейчас располагаем. Показали, сколько у нас золота есть, угля. Это мы видели. А сколько у нас воды. Об этом ничего сказано не было. Напомним, на заседании Кабинета министров по итогам прошлого года глава кабина Калбек Джапаров оценил работу Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора на «Двойку». Буты Саф Умар Малашев, Ауто 24.